Балтийский янтарь, сукцинит, это затвердевшая смола хвойных деревьев. В собрании нашего музея находится второй по величине солнечный камень в мире. Его вес 4 килограмма 280 граммов. Он был найден в 60-е годы в поселке Янтарной Калининградской области и в экспозиции нашего музея представлен в первозданном виде. 50 миллионов лет назад на территории дна Балтийского моря и юге Скандинавского полуострова произрастал лес, доминирующей породой которого была янтароносная сосна, отличавшаяся обильным смолой с течением. Смола накапливалась в почве, вымывалась с речками на юг, густья большой реки, впадавшей в древнее море, на территории современного Калининградского полуострова. Так образовалось крупнейшее в мире месторождение Балтийского янтаря. Особую ценность коллекции музея представляют уникальные произведения мастеров 17 века. Это католическое распятие, церемониальный посох, шкатулка двухъярусная и декоративные тарелки. Это изделия поступили в музей в виде фрагментов и впервые реставрацию старинных янтарных изделий в нашей стране, стал производить Калининградский музей янтаря, привлекая художников-рестораторов из Санкт-Петербурга. Вершиной мастерства в области художественной обработки янтаря стала янтарная комната Екатеринского дворца в царском селе под Петербургом. В 1716 году янтарный кабинет был подарен прусским королем Фридрихом Вильгельмом I, русскому царю Петру Великому. Позднее он был преобразован в янтарную комнату. Во время Великой Отечественной войны комната была вывезена в Кенигсберг, в Королевский замок, а в 1945 году след ее потерялся. В 1979 году было принято решение о воссоздании янтарной комнаты, и спустя 24 года, к 300-летию Санкт-Петербурга, она заняла свое прежнее место в Екатеринском дворце. На территории Калининградского полуострова находится крупнейшее в мире месторождение янтаря и единственное предприятие, где ведется добыча и переработка янтаря в промышленных масштабах. Калининградский янтарный комбинат был открыт в 1947 году на базе пальмникицкого месторождения. Диорама карьер янтарного комбината знакомит посетителей с условиями залегания янтароносной породы голубой земли и основным способом добычи янтаря. Модель атомного ледокола «Ленин» была выполнена на Калининградском янтарном комбинате и в 1960 году подарена президенту США Дуайду Зинхауру. По сей день находится в музее президента в штате Канзас. Этот подарок символизировал дружбу между Советским Союзом и Америкой. Позднее была выполнена копия. Именно она представлена в музее. Постоянная выставка «Янтарный дом» — это гордость нашего музея. В 2013 году меценат Санкт-Петербурга, президент Фонда развития благотворительных программ Евгений Татузов, передал нашему музею 40 уникальных художественных изделий санкт-петербургских и калининградских художников, в том числе работы Александра Журавлева, среди которых самая большая в мире янтарная мозаика «Русь». Музей ведет активную проектно-выставочную деятельность. Сегодня он знакомен посетителей с выставкой Александра Крылова, заслуженного художника России, единственного в стране реставратора высшей категории, которого создавал янтарную комнату. Широкую известность художнику принесли созданные им янтарные изделия. Это скрипка, предметы интерьера, иконы для молельной комнаты Большого Кремлевского дворца и другие. Теперь мы с вами попадаем в мастерскую ювелира янтарщика — совместный проект с творческой группой калининградских художников «Прусский мед». Здесь можно поискать янтарь в песке, сесть за станок, попробовать обработать его по старинному методу, а также собрать ювелирные украшения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok